150 тысяч рублей. Такой максимальный штраф за организацию несанкционированных свалок установило законодательное собрание Ямала для юридических лиц. Должностные лица за мусор теперь тоже ответят длинным рублем. Вместо 500 рублей или 1 тысячи заплатить придется от 10 до 30 тысяч рублей. А вот частные лица раскошелятся максимум на 2 тысячи. Для последних сумма небольшая, но и она увеличена. По сравнению с прежним штрафом более чем в 6 раз. Такая законодательная инициатива за несанкционированные мусорные свалки весьма благоприятно была принята среди коммунальщиков, которые всегда на передовой в борьбе с мусорными завалами. Но, говорят они, этой меры недостаточно для того, чтобы полностью избавиться от проблемы. Есть такая информация, что, допустим, торговая компания, которая осуществляет торговую деятельность, она должна иметь договор на вывоз мусора или утилизацию мусора. Но у многих компаний этого нет. И, как бы, я не знаю, в законе, чтобы прописать как-то это, что если компания работает, то у нее в любом случае есть отходы. В любом случае. Как бы там ни говорили, что они бумагу сдают, у макулатуру, там гниющие продукты свои они удобряют, там это. Зима. Который бы предписывал магазинам или предприятиям в обязательном порядке заключать договоры на вывоз мусора. Нерадивые предприниматели стараются сэкономить на этой статье. В Ноябрьске широко распространена практика, когда магазины или фирмы берут талон на самовывоз одного-двух кубометров мусора. А остальные 30-40 кубометров, которые накапливаются за месяц по факту, отправляют на контейнерные площадки или сваливают на пустырях. И заставить их действовать по-другому законными методами невозможно. А чтобы применить штрафные санкции, надо доказать, кто именно устроил несанкционированную свалку. А это весьма-весьма проблематично. Именно поэтому в Ноябрьске удаленные районы, самострой и другие поселки славятся стихийными свалками из гнилых овощей и прочих, потерявших товарный вид продуктов. И только снег на время прячет это безобразие. Эти чистые горки весной, когда солнышко выглянет и растает, они превращаются в горы мусора. Вы это наглядно можете потом весной так же приехать и снять. Вот видите, под ними все это вид. Это все уйдет в лес. Будет киот.